всем привет продолжаем нашу неделю обзоров на юсб цапы и сегодня у нас бонус потому что у нас их два и один из них даже не юсб это адаптеры от компании диди хайфа у конечно не диди хайфа альфа и дельта диди хайфа еще где-то по дороге должен скоро приехать это альфа и дельта и принципе они как бы не пытались создавать что-то аудиофильская не просто назвали их цап адаптеры то есть alpha and delta dark adapters поэтому в принципе если вы там ищите каких-то высоких разрешений там и прочих аудиофильских ништяков то что мы говорим аудиофилии не сегодня и этот как раз тот случай это просто скажем адаптеры для обычных пользователей ну скажем может быть с небольшой заявкой скажем на меломанскость но при этом у них есть ряд положительных сторон и про это мы сегодня поговорим они кстати были на кикста почему-то заговаривали на дробь на маздропе и продались там каким-то довольно заметным тиражом что самое забавное и поэтому в целом это уже они распродают какие-то остатки со своего склада анекдот дня сегодня такой вижу что переубедить вас у меня не получится поэтому сразу перейду к оскорблениям в общем никаких пафосных коробочек упаковочек чего-то такого просто вот такой вот хороший мягкий чехольчик ну и кстати наверное от них в нем больше толку чем в каких-то коробочках потому что он явно удобнее это такие же чехольчики как фио в некоторых своих наушниках использовали поэтому в принципе выселив отсюда сам адаптер сюда можно поселить какие-нибудь наушники не сильно крупные на змейке расстегивается и в общем внутри находится пакетик а в пакетике не то за что милиция забирает сами адаптеры этот usbc поддерживает 24 бита 96 килогерц стоит что-то порядка 28 долларов ну а собственно как вы уже с легкостью догадались в этом находится лайтнинг стоит 32 доллара примерно то есть домашняя задачка посчитайте сколько стоит mfi сертификация у apple поддерживает 24 бита 48 килогерц мусор кыш и в общем вот по дизайну они абсолютно одинаковые коннектор подходящий к соответствующему мобильному телефону дальше идет вот такой вот провод красивый бело-золотистый гибкий примерно в районе 10 сантиметров может быть чуть меньше я такие провода видел из для наушников видать где то есть фабрика в китае которые такие плетет ну и тут обычный трех с половиной миллиметровый трехконтактный трех с половиной миллиметровые трехконтактное гнездо в принципе работает все абсолютно просто предсказуемо и прямолинейно подключаем одну сторону подключаем другую сторону ну и собственно все построены оба адаптера на чипсетах от реалтека такой же практически адаптер недавно продавали своей пастве venture electronics но так как у venture electronics есть умение раздувать хайп то там как бы народ массово бился в восторгах о том что этот адаптер переигрывает все подряд но я кстати адаптер venture electronics не слышал но подозреваю что он похож на этот эти все подряд не переигрывают это все-таки действительно простая вещь созданная для простого обычного применения в общем вот так вот подключается и так вот играет берет питание от хоста соответственно но питается довольно скромно где-то примерно на 25-30 процентов возрастает скорость разряда аккумулятора по сравнению с простым прослушиванием наушников если говорить о звуке то тут такая интересная ситуация к этим адаптером нет никаких спецификаций то есть неизвестно какая у них выходная мощность там общие гармонические искажения еще какие-то циферки в общем поэтому все пришлось оценить так скажем примерно на слух и абсолютно субъективно хотя аудио всегда субъективно но в этот раз еще более субъективно чем обычно по мощности в принципе они не мощные явно то есть это там не что-то разрывающие все наушники но при этом с внутриканалками их запаса по громкости хватает очень с головой можно сделать довольно громко себе но по крайней мере я скажем для меня громко потому что я стараюсь слушать тихо и беречь ну как не тихо а с нормальной громкостью не задирая ее беречь слух то есть скажем разгадать наушники до уровня когда мне дискомфортно эта штука может легко полноразмеры тоже раскачивает чувствительное без проблем то есть те же там допустим маза 99 раскачивает ну скажем норм не идеально но нормально ну скажем не из-за мощности не раскачивает а просто потому что для маза лучше но надо больше контроля и чуть выше разрешения чтобы их максимально раскрыть так что в принципе нормальные помощности при этом не шумят с чувствительными внутриканалками поэтому можно сказать что неплохой темный фон и что еще пробовал их с низкоомными наушниками звук у них не плывет поэтому скажем выходной импеданс какой-то не самый там высокий запредельный но это все-таки методы косвенного косвенного определения параметров было бы наверное неплохо чтобы опубликовали альфа и дельта их но думаю что они просто ориентировались на целевую аудиторию для которой это неважно еще кстати отмечу что очень приятно тугой коннектор очень хорошо держится поэтому в принципе еще один положительный их момент ну а по звуку в принципе как бы нейтральные скажем с нормальным далеко не запредельным разрешением нормальным контролем ну и немножечко добавленного веса то есть такой вот массовый тюнинг для скажем широких народных масс но наверное нужно про все это по порядку ну да начнем с низких частот бас бас нормальных пор скажем я даже не знаю но будем все время повторять нормальный по разрешению уходит на неплохую глубину но не максимально контролируется неплохо но скажем естественно там мега хлесткости ударности от него не стоит ожидать как и супер детальности но при этом он сбалансированный и благодаря небольшой добавки веса звучит с такой приятной рельефностью и скажем чуть-чуть акцентирует эти вот низкочастотные вещи которые любят большинство людей тут немножко добавляет телесности немножечко добавляет веса массивности основательности и так далее при неплохо справляется с передачей реалистичных или как как вот как назвать реальные акустические акустические инструменты нет но не только же акустические там какая-нибудь бас гитара наш не акустическая если ее подключили к усилку то есть натуральных инструментов неплохо справляется с натуральными инструментами скажем иногда чуть-чуть их размер при украшает не хватает им всяких богатых абертонов но скажем 30 долларов это и в африке 30 долларов вот ну и собственно чего долго разглагольствовать перейдем к примеру кто скучал по музыка ну да и музыка ну да вот вот они и есть трек называется мир за и ну и как обычно музыка нуда начинается с контрабасом очень симпатично звучит за счет небольшой добавки веса немножечко его акцентирует и он так звучит гипер реалистично конечно не хватает абертонов но собственно мы тут не сегодня сегодня у нас день отдыха от аудиофилии аудиофильская жилка воскресенье отдыхает надо будет после этого запилить обзор на что-нибудь такое максимально аудиофильское есть пара моделек на примете вернее на примете даже а в очереди вот средние частоты тоже скажем хорошо балансируют между разрешением и весом чуть-чуть склоняются в сторону веса при этом немножко тоже добавлено веса поэтому инструменты и голоса звучат чуть более телесно чем в реальной жизни но в большинстве случаев это нормально это приятно и и так далее при этом средние частоты абсолютно не пытаются там уходить микроконтраст и за счет этого получаются очень толерантными к некачественным записям к лоссе компрессии поэтому в целом со всякими там стримингами суть даже с теми которые не освоили ничего кроме там 256 битрейта ведут себя хорошо но есть чем-то не качество некачественным мастерированным смастерен тоже ведут себя нормально чутка подкрашивает эмоции поэтому даже не сильно хорошо сведенные треки вывозят довольно неплохо воображаемая сцена где-то средняя по ширине и чуть меньше средней в глубину но планы прорабатываются и это выгодно выделяет эти адаптеры на фоне обычных смартфонов ну и в качестве примера еще один прекрасный мужской голос лучше конечно мужской голос луис армстронг но джо кокер тоже хорош хотя конечно же не луис армстронг ну и анчейн майнхарт знаменитая вещь как бы и благодаря тому что тут немного подчеркиваются эмоции и телесность голоса в общем-то джо звучит так хорошо реалистично не хватает опять же наполненности обертонами но скажем я это еще и правы чек стати скажу ну и верхние частоты тоже скажем это такие вот базовые в ч с нормальной протяженностью где-то чуть 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 меньше среднего уровня то есть ждать тут какой-то там слоистости насыщение обертонами не приходится но разрешение нормальное атаки затуханиями реалистичны нет попытки скажем сгладить в че чтобы получить ком комфортный звук спасибо нет попытки подчеркнуть в че чтобы создать эффект псевдодетализации за это дважды спасибо в общем сбалансированных количественного че нормальное по качеству но естественно ждать каких-то откровений тут не приходится но хотя бы они реалистичны и в правильных количествах подаются и в качестве примера тоже разумеется трек который не раскрывается полностью но опис river это поздний опыт или опис как правильно называть то когда они уже ушли в сторону прогрессива и классического рока ну и собственно такая балладная вещь в которой много перкуссии характерные для групп которые решили что они вернулись обратно в 70 и косплеят с genesis поэтому в целом много перкуссии ну и отыгрывается она неплохо тоже опять же немножечко скучаешь по обертонам но в целом не будем придираться еще раз подчеркиваю время как подводя итоги нейтральный звук с немножечко добавленным весом нормальным разрешением но как бы конечно не аудиофильское решение даже и близко что еще проникать промышленно сказал ну и про сравнение в общем первый вопрос который мне был интересен как вот это вот мелкая пипяка сразу в сравнении с apple с ким адаптером но как бы лучше более детально и лучше вес поэтому звучит более натурально и более естественно конечно нет огромной какой-то мега разницы но все-таки звучит получен и здесь качественнее сделано потому что и плоские переходнички вздыхают где-то за 4-5 месяцев но после трех уже начинают выглядеть как полная ерунда если таскать их в кармане а эта штука со мной где-то три месяца используется довольно интенсивно и поэтому в целом видите до сих пор живая невредимая приятно мягкий проводочек если особенно подобрать соответствующий наушниковый кабель есть таком же дизайне то будет смотреться аккуратно если вам нужно разрешение там контроль микро детальность и все остальное то конечно к вашим услугам маизу хай фай так который будет детальнее так далее айбаса 0 1 0 2 ну и все остальное по возрастающей цене ну там скажем платить придется в два и более раз выше ну скажем это уже выбор скажем когда нужно качество звука тогда за него платим если же вам нужно что-то подешевле но с неплохим качеством то альфа и дельта сделали действительно очень неплохие устройства при этом довольно синергично звучит даже скайзер инкора конечно их потенциал тоже недораскрыт но скажем приятное получается сочетание хотя конечно забавно 25 долларов и там сколько 1850 в общем это были адаптеры от альфа и дельта сегодня у нас был не аудиофильский обзор спасибо за внимание